Самолёт АН-2, полностью сделанный из углепластика, представит в августе Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чеплыгина. Это очередной этап модернизации некогда популярной авиамашины. Мы освоили совершенно новую технологию, уникальную за Уральским хребтом. Никто не умеет этого делать. Мы надеемся, что после этого мы вместе с новосибирским правительством построим завод Новосибирской области по строительству лёгких самолётов. И Новосибирская область будет не только делать боевые самолёты успешные, но и успешный коммерческий проект лёгкого самолёта. Сейчас в Новосибирске несколько предприятий и научных институтов работают в авиационной и космической сфере. Так, Институт теоретической и прикладной механики разрабатывает программные комплексы мирового уровня и с помощью компьютерного моделирования просчитывает, как будет вести себя космический аппарат при взлёте или торможении в атмосфере. Институт разработал программы, которые позволяют инженерам решать практически все задачи, связанные с аэротермодинамикой космических аппаратов. Кроме этого, учёные участвуют в разработке космической пилотируемой системы нового поколения. С её помощью можно будет слетать не только на околоземную орбиту, но и на Луну, и даже на астероиды. Сейчас в России разрабатывают новый пилотируемый космический аппарат «Федерация». Запустить его планируют в 2021 году, а первый пилотируемый полёт намечен на 2023 год.